Привет. Год назад я делал видео, в котором показывал вам, как завести на голом сервере на Ubuntu, 18-й, сайт, который работает по HTTP2, подключается по HTTPS и отдает еще контент в Brotley, то есть максимально пожатый, современный, классный, молодежный сервер. Прошел год, и то руководство пришло время обновить. Дело в том, что я показывал, как все работает на 18-й Ubuntu, с тех пор Ubuntu 20-я, и то руководство прямо на 20-й Ubuntu уже не заводится, ну, по разным причинам. И я подумал, что было бы классно, чтобы у вас была возможность установить свежий сервер на свежую операционную систему, и чтобы все точно заработало. Это не единственное отличие. У этого выпуска есть еще и спонсор. Дело в том, что я решил запартнериться с компанией Selectel, которая предоставила облачный сервер, на котором я все эти эксперименты смогу провести. У компании Selectel есть много разных продуктов. Выделенный сервер можете у них заказать, можете есть что-нибудь из облачной платформы, какой-нибудь там Kubernetes, облачные базы данных и так далее. Но у нас задача сегодня простая. Мы просто подключимся к серверу на Ubuntu, там что-нибудь настроим и посмотрим, как это все работает на живом сайте. Но если у вас есть задача посложнее, посмотрите, что у них есть. Я думаю, вы что-нибудь для себя найдете. Если вы потом захотите попробовать все, что сегодня увидите, ребята дали мне специальный промокод PeoplesBey, который даст вам 1000 рублей на вашу облачную платформу, и вы сможете все сами попробовать. Это хватит где-то на месяц-полтора при тех настройках, которые мы будем использовать сегодня. Количество промокодов ограничено, так что если вам не хватило, это не такие большие деньги, чтобы завести себе в облачный сервер и самостоятельно попробовать все, что мы сегодня будем проходить. Еще раз. С чего мы начинаем? У нас есть зарегистрированный домен у регистратора. Это отдельная тема. Нам где-то нужно захостить DNS и где-то нужно захостить сайт. Собственно, у Selectel мы будем хостить и DNS, и сервер для нашего сайта. Как это выглядит прямо сейчас? Есть домен PeoplesBey.dev, на котором есть чудесный логотип, и сайт, в общем-то, полностью рабочий. Давайте посмотрим. Если сходить в панель Network, обновить все, мы видим, что сайт загружается. Это отлично. Он загружается по HTTP2. Сжатие Brotley. Ну и сертификат Connection Secure. И все это подтверждает сертификат Let's Encrypt. Вот. Закроем и сходим посмотреть, как все работает. Сейчас мы находимся в админке Selectel, облачная платформа, серверы. И сейчас у меня заведен сервер, который на Ubuntu, LTS 20, 64 бита, вот по такому IP-адресу, и он активный. И, собственно, с этого сервера все сейчас и работает. Мы сейчас с вами, знаете, что сделаем? Мы сейчас все сломаем. Возьмем и удалим его. Что? Правда удалим? Да. Удалим. Извините, я забыл предупредить. Слабонервным стоило отойти от экрана, потому что мы только что удалили абсолютно работоспособный, отличный сервер, который делает все, что нам нужно. Не сделали ни бэкапа, ничего. Но не переживайте. Мы его сейчас восстановим. И, собственно, шаг за шагом вы поймете, как его восстановить, ну или создать. И сможете повторить, что это подобное у себя. Да, сервера совсем нет. Прежде чем его создавать, давайте разберемся со всем остальным. У нас есть DNS-хостинг. Это то место, где у нас заведен наш домен. Я взял, сделал добавить домен в какой-то момент и добавил его сюда со следующими настройками. Я взял IP-адрес сервера и сделал запись типа А. Каким образом? Добавить запись, тип записи А, имя записи, значение IP-адрес и так далее. Это было очень просто. Этот IP-адрес сервера, слава богу, у нас используется заново, поэтому нам DNS-запись менять не нужно. Мы могли дропнуть сервер и получить его с таким же IP-адресом. Это довольно удобно. Дальше я добавил 4 NS-записи. Это говорит DNS-у, на какие сервера смотреть в поисках сайта. На всякий случай их здесь 4, NS1, NS2, NS3, NS4, SelectL.org, но достаточно было бы одного, просто они такие запасные. Но это мое личное предпочтение, CNAME-запись. Я люблю редиректить www-домен на просто домен. Это делается в моем случае CNAME-записью на уровне DNS, но можно это делать на уровне сервера. Мне этот вариант почему-то нравится больше. Домен у нас есть, теперь давайте пойдем обратно в облачную платформу и создадим сервер. Нажимаем «Создать сервер», и он использует предыдущие настройки, это тоже удобно. Что у нас здесь есть? У нас есть здесь Ubuntu 20-е. Мы можем выбрать и 18-ю, и 16-ю, и другие операционные системы. Главное, что вы знаете, что здесь есть выбор. Мы выберем вот самое последнее и классное. Конфигурация довольно-таки простая, стандартная, гигабайт памяти, CPU. В общем, я беру по минимуму и гигабайтов 5 дисков. В общем, много не нужно, чтобы демку сделать, правда? Здесь важно. По умолчанию, когда сервер создается в первый раз, у него нет никакой подсети публичной. А нам это все-таки нужно. Поэтому здесь у вас будет возможность создать публичную подсеть. И вот это важно. Публичную подсеть. Не приватную. Плавающий IP-адрес вам тоже, наверное, не нужен. Вам нужна публичная подсеть. Когда вы ее создаете, собственно, от вас попросят за нее платить за публичные IP-адреса. Это нормально. Так вот, я заранее создал эту публичную подсеть. На лету это все сложновато делать как с доменом, так и с IP-шниками, поэтому я вам показываю такой полуготовый способ. В общем, когда вы будете делать это в первый раз, не забудьте создать публичную подсеть. Окей. Публичный IP-адрес у нас уже есть. Тот же самый адрес используется в DNS-хостинге, когда мы делали запись типа А. Именно этот IP-адрес. Теперь мы еще копируем пароль для root. Он нам, в общем, не пригодится, если мы будем использовать ключ. Вот в этом месте можно добавить ключ. Я уже заранее добавил SSH-ключ, который скопировал локально. Мы это будем делать в конце видео, так что вы потом сможете посмотреть, как его скопировать. Но при создании сервера я просто его использую. Ну и, собственно, все. Одно ядро, гигабайт памяти, 5 гигов диска. И это все суммарно в месяц стоит 680 рублей. По-моему, неплохо. Для экспериментов не очень дорого. А если вы еще отхватите промокод, то будет совсем хорошо. Создаем. Пока создается сервер, давайте разберемся, что мы будем делать дальше. Мы подключимся на этот сервер. Причем он нас пустит без вопросов, потому что у него есть мой публичный SSH-ключ. Мы подключимся на сервер по руту, и всю деятельность, примерно 2 трети пути, а то и, знаете, 3 четверти, будем делать под рутом. Так просто удобнее. В предыдущей версии этого руководства я под рутом подключился, только пользователь сделал, а потом уже под своим пользователем делал все. Но это было как-то странновато, я слишком часто судо писал. Поэтому тут я все делаю под рутом, потом рут закрываю и, наконец-то, уже начинаю работать с конкретным сайтом под своим личным пользователем. В общем, сервер, кажется, уже готов. Пойдемте пробовать. Да, сервер готов. Здесь есть удобная кнопочка, можно скопировать IP-адрес. И, собственно, пойдемте к нему подключаться. Идем в консоль и пишем SSH, рут и наш IP-адрес. Мы подключимся под рутом, пароль нас спрашивать не будут. Доверяем этому серверу. Отлично. Мы подключились. Почистим экран. И что мы будем делать здесь первым делом? Сначала давайте обновим все. apt-update y. Поехали. Вы, наверное, заметили, что я лениво вставил какую-то команду. А вам же причатать придется? Нет, вы тоже сможете вставлять команды. Все, что я буду делать сегодня, я запишу в отдельные пошаговые файлы и выложу вместе с этим видео. Вы сможете просто копировать команды. Ну, в некоторых нужно немножко будет редактировать код, но ничего страшного. Поэтому я сегодня все копирую и вставляю, чтобы сэкономить ваше время. И вы потом сэкономите еще кучу времени, потому что и будете использовать это руководство в виде текстовых файлов. Так, все обновилось. Очистили. Давайте сменим пароль root. Ну, просто потому что я не доверяю автогенерированным паролям, ведь их кто-то, наверное, знает. Раз. Вставляю с буфера обмена. Enter. Вставляю с буфера обмена. Еще раз Enter. Все. Пароль обновил. Теперь поставим целую кучу зависимостей. Upt install и куча-куча-куча-куча всего. Что это вообще такое? Дело в том, что в прошлой версии этого руководства я ставил готовые бинарники. То есть они скачивались и копировались куда-то. В этот раз я исходники сервера Nginx скачаю, скачаю исходники модуля, настрою это все, соберу пакеты и эти пакеты установлю. Такой, знаете, true way. Собирать все, чтобы потом ставить. Это немножко непривычно, но зато позволит нам в Nginx засунуть модуль Brotley самым естественным, пожалуй, образом. Окей, зависимости поставили. Давайте добавим ключи, которые позволят нам добавить репозиторию Nginx, чтобы все сработало через нормальную команду установки приложений. Добавили ключи. Дальше отредактируем список репозиториев, чтобы можно было все тоже очень чисто и красиво поставить. Открываем редактор Nano, вставляем сюда пару строк, нажимаем Ctrl-O, Enter. Все, выходим. Ctrl-X. Когда я делал прошлое руководство, все спрашивали, а почему ты не пользуешься Vim? Это же самый лучший редактор на свете. Знаете, я так не думаю. Для меня редактор типа Nano гораздо полезнее. И более того, в этом руководстве будет отдельный файл, в котором я объясняю, какие горячие клавиши я нажимаю, что происходит, как искать, как заменять в редакторе Nano. В общем, когда вы работаете на сервере, это бесценная вещь. Так что смотрите в этом руководстве, какие горячие клавиши позволят вам, собственно, этим редактором работать. Ctrl-S или Command-S не работают. Стираем. И поскольку мы обновили все репозитории, вернее, их список, теперь давайте их снова обновим. Окей, все хорошо. Дальше скачаем исходники Ubuntu. Перейдем в папку UserLocalSrc. И там скажем, скачай нам исходники Nginx. Скачали. Ставим зависимости для сборки. Снова что-то поехало. ProgressBar. Отлично. Теперь давайте скачаем модуль Brotley, который разрабатывает Google, и подготовим его. GitClone, Recursive и Brotley. Готово. Теперь давайте перейдем в исходники Nginx и настроим их сборку, чтобы можно было учесть новый модуль. В нашем случае это 20-й Nginx, точнее 1.20. Ну, давайте будем называть его 20-м. Раз. Видите, мы перешли в 1.20.0. Самую последнюю версию. Дальше открываем, собственно, правило сборки. И там кое-что правило. Нам нужно сказать, что собрать Nginx нужно с учетом модулей. Поэтому мы ищем место с конфигом. Здесь есть одна строчка, config.status.nginx, и вторая строчка, config.status.nginx.debug. И здесь, видите, выполняется configure script. И мы в него добавим еще один ключ. Вот такой. Add module и напишем полный путь к нему. Обратите внимание, что здесь должен быть пробел, и здесь должен быть пробел, чтобы все правильно сработало. Аналогичность делаем здесь тоже. Кажется, не нужно, но на всякий случай. Видите? Теперь у нас есть два новых ключа, которые будут использоваться при сборке. Нажимаем Ctrl-O, сохраняем, выходим. Теперь у нас все готово для сборки Nginx. Мы скачали исходники, скачали модуль Brotley, настроили, чтобы они работали вместе. И сейчас запустим команду, которая все вот это соберет. Это займет некоторое время. Пишем. Вот такое заклинание. Поехали. Но это быстрее, чем npm install. Это точно. Хотя смотря какой проект. Ничего, дождемся. Мы сейчас собрали сервер Nginx из исходников. Что это значит? У нас теперь есть два пакета, и нам нужно проверить, что они правильно собрались, а потом их установить. Давайте это сделаем. Нам уже показали, что у нас что-то тут собралось. Давайте мы проверим, что они у нас есть. Да, лежат два пакетика. Все отлично. А теперь мы их установим. Мы их только что паковали, теперь они распаковываются. Ну, видимо, так надо. Но тут все прошло довольно быстро. Теперь давайте настроим Nginx. Мы откроем конфиг. Это c nginx nginx.conf. И в нем кое-что напишем. Ну, вообще, там по умолчанию уже есть какой-то конфиг. Но у меня есть исторический конфиг, который я использую на своих серверах. Поэтому мы, знаете, что сделаем? Мы просто затрем все. Ctrl-K. И поехали удалять строки. Все. Пустой файл. Вставляем туда мой конфиг. Вставляем. И смотрим. Он довольно большой. Здесь есть всякие штуки полезные. В частности, конфиги для Brotley. В общем, сохраняем. Выходим. Есть такое правило. Если вы что-то поправили в конфиге, проверьте, что синтаксис этого конфига не сломался. И я частенько буду делать Nginx t, чтобы он протестировал свой конфиг. Вот мы сейчас это и сделаем. Nginx t. Все хорошо, говорит Nginx. Давайте его запустим, раз он готов. Раз, запустили. Два, давайте проверим, как он себя чувствует. Окей, что-то ему здесь не нравится. Fail to parse PID из файла ла-ла-ла. Это известная проблема. Сейчас мы ее поправим. Очищаем и запускаем кое-что. Раз, два, три. И рестартуем. Теперь давайте еще раз проверим статус Nginx. Раз, все, теперь проблем никаких нет. Нет. Выходим. Сказать честно, я не знаю, что я только что сделал. Была ошибка спроса с ID, и я нагуглил, что 20-е в бунте, есть проблемы с этим, и вот как поправить. Я поправил, и ошибки нет. То есть все в порядке, да? В общем, объясните мне, что это значит. Хорошо. Мы столько возились, чтобы поставить Nginx из исходников вместе с модулем Brotley. А теперь, может быть, стоит проверить, вообще Brotley-то работает. Давайте мы сделаем запрос к Localhost-у с Brotley, и посмотрим, что нам Nginx ответит. Curl, Accept Encoding BR и Localhost. Оп, Content Encoding Brotley. Отлично работает. Как и в прошлом видео, я поставлю Firewall, который закроет все порты, кроме 80-го, 44-го и 22-го. Что эти числа значат? 80-е — это просто HTTP. 44-й — это HTTPS. Секьюрное, безопасное подключение. А 22-й — это SSH. И, собственно, все это будет доступно, а все остальные порты будут молчать с нашего сервера. Кажется, достаточно безопасно. Ставим UFW Firewall. Теперь давайте добавим Nginx. список приложений, доступных к этому Firewall. Открываем Nano и пишем. Ну как пишем? Вставляем. Раз. Мы здесь добавляем Nginx, который работает по HTTP, по HTTPS, и полный доступ к тому и к другому. В общем, не углубляйтесь. Сохраняем. Выходим. Очищаем. Теперь проверим список приложений, доступных нашему Firewall. Среди них есть Nginx. Это очень хорошо. Включаем Firewall. Он нас пугает, но ничего страшного. А теперь разрешим сервисы, которые нам нужны. Nginx Full. Разреши. OpenSSH, то есть чтобы подключаться с вашего компьютера. Разреши. И теперь проверим статус. UFS статус. Отлично. Всем все можно. Ну, не всем, только нужным частям. Окей. Самая большая часть готова. Это файл номер один. Мы установили сервер Ubuntu с модулем Brotley. Поставили Firewall. Теперь давайте заведем на этом сервере сайт, наконец-то, чтобы что-то увидеть. Давайте создадим папку, где будет лежать наш сайт. Example.com в руководстве. Я буду заменять везде, например, Pillsby.dev. Pillsby.dev. Все-таки придется попечатать. Создали папку. Добавим индексный файл. То есть в редакторе NaNo создадим файл индекса HTML. Заменим example.com на Pillsby.dev. Не забывайте это делать. Точнее, на ваш домен. Отлично. Ставим сюда минимальную страницу. Например, например. Ну и давайте здесь напишем, чтобы было понятно, что это Pillsby. Ну и здесь тоже. Pillsby. Сохраняем. Выходим. Теперь нам нужно создать папки для конфига сервера, чтобы потом сайт можно было настроить. Nginx работает по двум папкам. Мы создаем папку SitesAvailable, где храним конфиги. И папка SitesEnabled, которая позволяет нам линковать туда уже созданные файлы. То есть не удалять, добавлять, а просто на уровне сим-линков включать или выключать сайт. Очень удобно. Тоже создали. Теперь правим конфиг нашего сайта. Не забываем. Pillsby.dev.conf. И сюда вставляем очень простой конфиг, который позволит нам стартовать. А дальше будем усложнять его для HTTPS. Здесь нужно нам заменить все вхождения example.com на вхождение Pillsby.dev. Так мы и сделаем. Нажимаем Ctrl-slash. Копируем example.com. Вставляем. Нажимаем Enter. И пишем здесь. Попируем здесь Pillsby.dev. Enter. Буковка A. Заменить все. Отлично. Ctrl-O сохранить. Ctrl-X выйти. Еще раз. Nginx.t. Все ли хорошо. Линкуем конфиг. Мы делаем сим-линку из доступных сайтов во включенные сайты. Но только не example.com, а Pillsby.dev. Идем сюда и начинаем писать, и он нам подсказывает. Отлично. Pillsby.dev.conf сим-линкуем. Готово. Еще раз проверяем. Nginx все нравится. Рестартуем Nginx. И давайте проверим, что сайт доступен. Напишем curl Pillsby.dev. Во, смотрите. Курл идет в интернет. Не на локальный хост, а в интернет. И ищет сайт. И находит там Pillsby.dev. Вообще можно было пойти в браузер и там набрать Pillsby.dev и посмотреть, что получилось. Но знаете, такая ситуация, что когда сайт был сначала на HTTPS, а потом пока не на HTTPS, а у нас только 80-й порт, и мы еще не настроили сертификаты, браузер может занервничать. И, в общем, лучше оставить его в покое. Курла, чтобы проверить все, что работает, достаточно. В общем, с сайтом мы закончили. Давайте теперь настроим сертификаты, чтобы он у нас отдавался по HTTPS. Секьюрно. Отлично. Нравился Гуглу. Быстренько работал по HTTPS 2. В общем, все было хорошо. Стираем предыдущую историю и генерируем ключ. Эта штука позволит нам все шифровать очень классно. В общем, так надо. Давайте. Ключ готов. Создадим папку для сниппетов. Туда мы положим некоторые настройки, которые будем использовать потом в конфиге. Кладем туда сниппет специальный, который будем подключать во все конфиги сайтов. Вставляем. Содержимое этого файла я сгенерировал с помощью одного сервиса, который предоставляет компания Mozilla. Он периодически обновляется, меняется. Этот сервис, и можно, видимо, посвежее сгенерировать. Но тут вроде бы все в порядке. Поэтому сохраняем, выходим. В прошлый раз мы устанавливали серт-бот, утилиту, которая ставит нам сертификат на сайт. С помощью всяких там трюков внешней репозитории добавляли и так далее. Сейчас мы просто используем утилиту snap, которая есть прямо в Ubuntu. Давайте подготовим этот snap, обновим все, что у нас есть. Отлично. Теперь поставим серт-бот. Поехали. Готово. Серт-бот у нас есть. Убеждаем, что все будет работать. Слинкуем его в наш userbin, чтобы он был доступен. Готово. Ну и давайте уже получим сертификат. Серт-бот, серт-онли, Nginx. Поехали. Просит email-адрес. Поэтому адресу будет приходить напоминание, что мой сертификат может скоро закончиться, и его нужно срочно обновить. Так что будьте внимательнее. People's page.gmail.com. Отлично. Мы все прочитали. Мы не хотим получать письма. Ну и, собственно, здесь он предлагает что? Выпустить сертификат для доменов. Поскольку у меня в конфиге упомянуты домены и people's.be.dev, и www.people's.be.dev, то есть вне зависимости от того, куда человек перейдет, это все будет безопасно, секьюрно и в порядке. Поэтому я выпущу сертификат сразу для двух доменов. То есть я напишу сюда цифру 1, пробел 2. Он предлагает мне два варианта, а я хочу оба. Классно. Запрашивает ключи, подчищает. Все готово. Еще несколько лет назад получить сертификат HTTPS было абсолютно нереально. Это стоило кучу денег, сложностей, админов и так далее. А сейчас ты просто берешь, пишешь одну команду, чик-чик, и Let's Encrypt тебе дает сертификат. Потрясающе, конечно. В общем, у нас теперь есть сертификат. Нужно теперь сделать так, чтобы сайт работал с ним. Нам нужно поменять конфиг Nginx для этого сайта, чтобы он подключал все эти вот безопасные штучки из разных сниппетов и дополнительно работал еще по 80-му порту. Редиректил на 443-й, а по 443-му выдавал нам наконец-то сайт. Открываем конфиг. peoplesbay.dev.conf. Стираем. Вставляем готовый конфиг. И давайте разбираться, что здесь происходит. 80-й порт слушается. example.com, www.example.com. Редиректится на 301-й на HTTPS, потому что нам по 80-му порту ничего отдавать не нужно. Редиректим. Отлично. Редиректим на 443-й. Здесь слушаем этот порт. Здесь слушаем еще домен www.example.com. Не пройдет домен. Будем редиректить на версию без www. Отлично. И здесь уже подключаем все эти сертификаты, сниппеты. Идем дальше. И вот наконец-то уже мы слушаем 443-й, HTTP2, SSL. Все очень классно. Слушаем example.com. Здесь у нас лежат файлы. Индексные файлы у нас вот такие. Index, index.html и index.xml. Очень удобно для фидов подобная штука. Опять же сертификаты, параметры и так далее. В общем, возможно в чем-то избыточно, но я как-то так привык. Так что давайте сохраним. А, нет, подождите. Это же example.com. Давайте заменим. Берем example.com и заменяем его на peples.bay.dev. Все случаи. Отлично. Конфиг у нас готов. Сохраняем. Выходим. Теперь давайте проверим этот конфиг. Nginx.t. Nginx.t все нравится. Давайте тогда его перезапустим. Рестартуем. Все хорошо. А теперь давайте проверим, как оно собственно работает. Давайте напишем тот же самый curl и проверим. HTTP, peples.bay.dev. Что нам вернет? Вернет нам редирект, как мы и хотели. А вот если мы запустим HTTPS, он вернет нам сайт. Просто здорово. Теперь можно сходить и посмотреть на наш сайт в интернете. Обновляем. Peples.bay. Отлично. Сертификат. Let's encrypt. Как вводится. HTTP.2. Brotley. И все, что было в самом начале. Видите, а вы боялись. Хорошо. Сайт у нас работает. Все классно. У нас осталось еще два шага. Завести пользователя, под которым мы собственно будем этот сайт потом обновлять и настраивать, потому что под рутом это делать ну не очень хорошо. Рут слишком много умеет. Вот. А дальше, собственно, задеплоить этот сайт. Очищаем. AddUser. Peples.bay. Это я. Просит пароль. Вставляю пароль из буфера обмена. Еще раз. Он просит всякие подробности, но зачем нам это, да? Информация корректна. Теперь добавим нашего пользователя в судоэра, чтобы у него были всякие права. AddUser. Peples.bay. Судо. Откроем настройку SSH и найдем здесь штуку, которая запретит руту заходить сюда. Ищем control-w. Permit root login. Находим. И говорим. No. Не ходи сюда больше. Сохраняем. Выходим. Рестартуем SSH. И выходим этого сервера. Выходим навсегда. Exit. Ух, страшно, да? А вдруг потом уже не пустят. Но давайте посмотрим. Как мы там делали? SSH. Root. AddIP-address. Давайте напишем здесь peples.bay. AddIP-address. Сейчас он нас просит пароль, потому что он нас не знает. Вставляем. Ух, пустил. Видите, все здесь горит зелененьким. Это значит, что мы не под root, а под пользователем. Это приятно помогает понять, где мы находимся, и какие у нас есть права. Но вводить пароль каждый раз неудобно, поэтому давайте создадим папку для SSH-ключей. И засунем в нее наш ключ. Откроем еще одну вкладку на локальном компьютере. Видите, это сервер, а это локальный компьютер. И сделаем кое-что. Давайте скопируем наш ключ. Я это сделал незаметно через команду pb-copy, которая доступна на macOS. Она скопирует его в буфер обмена. Скопировал. Создадим файл authorized keys. Откроем его. И вставим туда наш ключ. Сохранили. Дальше поменяем наши папки права, чтобы не было слишком много, потому что мы ее создавали, черт знает как. Раз. Теперь откроем настройку SSH. Видите? Sudo. Мы уже не руты. Нам нужно подтверждать свои права. И он нас спросит снова пароль. Ну, держи. Пустил. Найдем здесь снова password authentication. И снова скажем no. Мы не хотим, чтобы кто-то заходил на сервер по паролю. Только по ключам. Выходим. Рестартуем SSH. Открываем настройку sudo, чтобы каждый раз не вводить пароль, когда мы хотим сделать sudo. Идем пониже. И вот здесь вот добавляем вот такую строчку. А предыдущий вариант убираем. Сохраняем. Выходим. Теперь мы можем писать sudo, и нас не будут спрашивать пароль. Довольно удобно. Нужно не забыть сделать еще одну вещь, иначе потом будет проблема. Нам нужно забрать права папки сайта пользователя Peoples Bay. Они до этого были созданы под рутом, и, в общем, при деплое с нашего локального компьютера будут сложности. Поэтому давайте заберем эти права, и они таким, собственно, и останутся. Пишем универсальную команду. sudo chown, user, user, собственно, пользователи группа, и всю папку var.vv. Отлично. Сайт теперь наш. Давайте выйдем с сервера и попробуем зайти сюда еще раз. Смотрите. SSH, Peoples Bay, add, что-то там. И посмотрим, спросит ли он у нас пароль. Не спросил. Отлично. Кстати, давайте выйдем еще раз. и попробуем вот что сделать. Peoples Bay, add, не IP-адрес, а вот так вот. Peoples Bay, dev спрашивает, это нормально вообще? Ты на этом адресе ни разу не был. Да нормально все. Yes. Видите, теперь можно SSH-иться прямо к домену, поскольку они привязаны. Ну и последнее. Нам нужно задеплоить то, что у нас есть локально, чтобы сайтик был адекватный. Мы просто зайдем в папку с нашим сайтом и выполним одну команду, rsync. Можно сделать это по-другому, у меня здесь отдельное видео, ссылку обязательно в описании оставлю, о том, собственно, как деплоить автоматически с GitHub, с помощью экшенов. Но сегодня мы сделаем очень простую вещь. Синхронизируем локальную папку с удаленной, и сайт снова будет красивый. Переходим на локальный компьютер, соседнюю вкладку, cd desktop, peoplesbay, dev. В этой папке есть индекс html, и всякие стили, чтобы все было красиво. Давайте мы выполним одну простую команду, чтобы все синхронизировать на сервер. Окей. Что здесь написано? Давайте разберем. rsync — это такая команда, Unix, которая умеет синхронизировать и копировать файлы с вашего локального компьютера на удаленный, туда-обратно. В общем, очень удобно. Пара ключей. archive.compress. Delete. Delete значит, что в удаленной папке он уберет все лишние файлы, которых нет в вашей локальной папке, чтобы вам никто ничего не подсунул. Точка значит, что будет содержимое текущей папки синхронизироваться. Здесь нам нужно немножко поменять. Мы peoplesbay.at peoplesbay.dev и помните адрес, где у нас файлы лежат? peoplesbay.dev. Поехали. Что, так быстро? Все? Давайте проверим. Идем сюда. Обновляем. Отлично. Сайт на месте. Безопасный. Быстрый. Классный. Ну вот. А вы боялись. Сервер удалил. Пугает нас тут. Нет. Все хорошо. Я все вернул на место. Я все починил, ребята. И точно так же можете сделать и вы. Берите промокод или просто заводите себе облачный какой-нибудь сервер. У Selectel у кого вам нравится больше. И, собственно, пробуйте. Потому что мне кажется, что подобные навыки фронтендерам полезны иметь. Полезны понимать, как работают сервера. Что такое ключи. Что такое HTTPS. Что такое Brotley. Что такое вот это вот все домены, DNS. Правда. Вы лучше сможете выполнять свою работу, если вы будете разбираться в этом. А как в этом можно разобраться, если не попробовать на практике? Правда? И есть сервер CAD. Есть способ делать это все с помощью докера. Можно готовые какие-то решения использовать. И так далее. Есть куча вариантов. Но то, что сделал я сегодня, позволит вам прочувствовать, как это работает, какие там взаимосвязи внутри. И, возможно, в следующий раз настроить что-то лучшее, удобнее и так далее. Вы замечали, что я периодически говорил, я выполню эту команду, но я не знаю, что она делает. И это действительно правда. Я дилетант. Но, знаете, работает. Но тут, конечно, да, наверное, серьезные бизнесы с безопасностью, с сервисами, тем более с деньгами, с транзакциями заводить на таком не стоит. Поручите это дело профессионалу. Но если вы хотите поиграть, разобраться, почему бы и нет? Но это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Спасибо SelectL, что спонсировал это видео и что раздаст вам промокоды. И напоминаю, что это видео первыми увидели мои патроны. Поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц, и мы немножко ближе, и я вам дарю всякое приятное. А если вам и так нормально, подписывайтесь, ставьте лайки, продемонстрируйте свое отношение к этому видео. Если хотите мне помочь, подпишитесь, правда. И давайте обсудим, что у нас сегодня произошло. Что вы думаете про бэк? Что вы думаете про, как это имеет отношение к фронту? Нужно ли фронтендерам это знать? Вообще адекватно ли то, что я вам сегодня показал? И вообще полезно ли что-то подобное делать в будущем? В общем, на мой взгляд, все это довольно интересно. А вы что думаете? Давайте пообщаемся. Пока. Ребята предоставили мне облачный сервер, на котором я смогу... Ребята предоставили мне облачный сервер, на котором, собственно, я смогу сегодня... Акчурт. Ребята предоставили мне